Всем привет, на связи Тёма и вы на канале Англика Крипта. Сегодня у нас быстрый ресерч по рынку. Что это значит? Смотрим на биток, смотрим в общем на всю ситуацию, навожу рогменты, почему я сейчас бычий настроен и думаю, что ближайшие два месяца будут прекрасны для рынка крипты, а также смотрим на альты, что можно сейчас подобрать, какие нарративы есть интересные и какие активы реально что-то делают, что-то билдят и их сейчас можно подбирать на коррекциях. Погнали! Сразу начну с того, что вспомни мое последнее видео, где я получил хит от вас. Воспринимая адекватно, воспринимая нормально, с вашей стороны было сказано о том, что много повторяя каких-то слов, пытаюсь очень дотошно все объяснять и, наверное, из-за этого получаются длинные видео и кому-то кажется, что много воды. Объясню тем, что я люблю доносить информацию более подробно и раскладывать все какие-то элементы, знаете, как на молекулярном уровне. То есть мне нравится преподносить информацию детально. То есть я не знаю, так привык с учениками работать, с комьюнити работать, когда я что-то объясняю, чтобы всем было точно понятно. Потому что бывает сложная информация, и я пытаюсь ее, не знаю, несколько раз проговорить, четко подвести итоги, чтобы всем было понятно, что я пытаюсь донести. Но если так, я замечание принял, хорошее замечание, поэтому буду стараться делать в этом плане лучше. Спасибо вам, неравнодушные люди. А мы погнали дальше по рынку. Смотрим график. Что у нас с битком? Наконец-то, наконец-то то, что я ждал, пробой 65. Сегодня случился, случился он на макроданах, про них еще мы поговорим. И, конечно же, это не может не радовать, потому что я ждал этого пробоя. Но, но, очень важно закрепиться выше 65к. Если мы закрепимся выше данной зоны, я думаю, что у нас поход на 70 тысяч открыт, а там уже вопрос, что, не знаю, очень легко будет достигнуть АТА, потому что 70к, как бы, да, это уже около АТА. Сейчас у нас АТА это 73 700, что достаточно близко. И, в принципе, вопрос только закрепление. То есть, я говорил, что после 65к я включаю ситуацию риск он. Хотя, блин, рынок как будто немножко вызывает фома и уже заставляет его включать, но все равно нужно подождать. Закреп выше 65к и тогда уже включаем риск он. Все равно, как ни крути, биток должен пойти первый. Поэтому, вот так вот, жду пока закрепление. Я на него надеюсь, потому что думаю, что это добавит уверенности участникам рынка. И сразу у нас, как бы, пойдет еще дополнительная ликвидность в рынок. Дальше давайте поговорим про аргументы. Немножко давайте оставим график на задний план. График это окей, тут все понятно. Ждем закрепление 65к. По фундаменталу, что у нас вообще есть и почему я думаю, что ближайшие 1, 2, 3 месяца могут быть достаточно бычьими для рынка крипты. Давайте по порядку. Разлог Сизи. Что это значит? Разлог Сизи, это то есть, ну, он выходит из тюрьмы. Думаю, здесь понятно. Просто вот так назвал. Это, конечно же, позитивная новость для рынка в целом. Также у нас есть сезонно сильный октябрь. То есть, давайте где-то, не знаю, возможно, здесь монтажер нам будет паковать весь списочек. То есть, это первый разлог Сизи. Плюс, дальше у нас сильный октябрь. Потому что сезонно у нас всегда в октябре есть какая-то движуха. У нас рынок растет. Это хороший месяц для крипты. Далее, следующий аргумент это возврат в кэше. 16 миллиардов долларов клиентам FTX, которые пострадали от FTX. Ну, вы понимаете, да? Это возвращают 16 миллиардов долларов для криптонов. Рынок начинает подрастать. Мы на дне. Куда пойдут эти 16 миллиардов долларов? Скорее всего, обратно в рынок. И мы на это надеемся. Конечно же, помним про президентские выборы. У нас президентские выборы на носу. И сейчас каждый кандидат пытается переманить на свою сторону криптонов. Потому что у нас сначала Дональд Трамп говорил, крипта, крипта. Сейчас уже, да, второй претендент, наша любимая женщина, которая тоже начинает говорить о крипте. И последние высказывания, то, что она уже топит за крипту, любит крипту. То есть, это тоже плюс. Ну, и, конечно же, ФРС и макроданные. Это, с одной стороны, смягчение политики ФРС. Я говорил в прошлом видео, кто помнит, что смягчение это окей, но я за это переживал. Потому что очень резкое снижение. И говорил, что, возможно, есть риск рецессии. И сейчас рынок будет переживать этот момент, чтобы не было рецессии. И чтобы не было вот этого риска, чтобы рынок не переживал, чтобы участники были спокойны для подтверждения того, что ставка была снизена не из-за того, что у нас скоро рецессия будет, а по тем причинам, которые назвал Паул, просто он следует другим центральным банкам. И это как опережение рецессии. То нам нужны были хорошие макроданные. И мы видим ВВП, которые у нас вышли данные. ВВП вырос на 3% во втором квартале 2024 года. Что в сравнении с первым кварталом намного больше. Потому что у нас первый квартал был 1,6%. То есть, у нас ВВП вырос. У нас, в принципе, тоже все окей. По другим макроданам сейчас не буду все это называть. Как будто сейчас подтверждают слова Паула, что у нас все окей. То, что ставку снижают не из-за того, что боятся рецессию. С экономикой все в норме. И реально снижают ставку. И это, конечно же, плюс. И, в принципе, мы видим то, что ИСП500 дальше растет, пробивает ХАИ. И вот сегодня на макроданах мы тоже на битке пробили 65К. Сейчас пытаемся закрепиться. Ну и, конечно же, еще один аргумент, про который пока мало говорят. Но вот сегодня в Твиттере, кстати, начали об этом говорить. Мы уже в канале у себя тоже запосли. То, что начинает шилиться нарратив, что от Китая пойдут очень большие вложения в крипту. Потому что они, скорее всего, будут стимулировать свою экономику. И помните, что было в США во время стимулирования своей экономики, печатания денег. И сейчас, возможно, история построится со стороны Китая. И деньги, большие деньги, могут пойти также в сторону крипты. Это, конечно же, позитив. В принципе, вот здесь давайте уже финальный список мы, наверное, где-то покажем. Вот те аргументы, на которые я сейчас опираюсь. И почему я думаю, что в ближайшие месяц-два у нас может быть реально позитивная картинка на рынке крипты. В принципе, риск, про который говорил, он остается. Это то, что SP500 в хаях и так дальше. Но NASDAQ еще, например, свой этаж не пробил. Тоже такой аргумент. Но вот этот риск остается. Но аргументов, как видим, больше. Все-таки на рост. Тоже кто-то там писал про то, что... Говори, что там затопишь за рост, но риск есть. Ну понятно, ребята, потому что так анализируется рынок. То есть мы не можем гадать, знать. Мы просто собираем факты. Позитивные факты. Негативные факты. И сопоставляем чашу весов. Вот что самое важное. Вот в этом и есть аргумент. То есть сейчас я вижу, что аргументов на рост больше. Поэтому я топлю за рост. Но, конечно, с другой стороны, есть риск. Я его тоже называю. То есть про что нужно думать и что нужно держать в голове. Но я говорю то, что я сейчас топлю за рост. Я топил до этого за пробой 605к. Сейчас он случился. Теперь мне нужно закрепление для того, чтобы переобуться в ситуацию рискованного. С этим все понятно. Смотрим дальше графики. Чтобы переобуться в ситуацию рискованного, нужен пробой 605к. Но если будет ситуация рискованного, что я буду делать? Я буду еще искать дополнительные входы по вот этим вот альтам. Первое это ЗРО. Нравится топ-1, по сути, бридж. У нас на рынке. И, в принципе, смотрите, какой крутой график. Есть пробой АТА. И, возможно, возможно. Потому что фонды вообще ходили по 3 доллара. Кстати, если что. Последний раунд по 3 доллара был. Можно было собрать по цене фондов. И сейчас, возможно, если будет какой-то откат, я бы на откате смотрел бы ЗРО. Потому что, возможно, вот как раз 1, 2, там третий раз мы подлетим. Немножко дадим откат. И на этом откате можно сделать подбор в ожидании пробоя. И там уже улет от цены без каких-то там уровней и так дальше. То есть, может реально неплохо заперформить. Поэтому вот нравится ЗРО. Добавляем свой вач-лист. Если находите точку входа, есть какой-то откат, подбираем. Я думаю, что достаточно будет неплохой актив. Дальше это Magic. Magic, который, я считаю, очень недооценен. Особенно после того, когда мы увидели, что команда продолжает что-то билдить. Есть какие-то апдейты. И Magic это делает. Это большой плюс. Потому что казалось, что проект мертв, но как только начался какой-то позитив на рынке, сразу начали выкатывать апдейты. Графически смотрим то, что мы пробили все лаи. То есть, зацепили здесь лаи, которые были. То есть, может быть, у нас такой ложный пробой вот здесь сформировать. И это, конечно же, круто. Потому что после вот таких ложных заколов, как правило, цена хорошо начинает перформить. И, в общем, фундаментальное, что мне нравится по Magic, это то, что они начали шевелиться. Они, во-первых, перешли на ЗК. А также будет запущен L2 Chain, где у них появится утилити. Не у них, а у Magic появится утилити. Что очень круто. Дешевый, недоционный GameFi проект, который переходит в новый блокчейн. Скорее всего, не просто так. Возможно, у них там вообще появятся деньги от ЗК. Возможно, какие-то гранты получат. Плюс у них начинается L2 Chain работать, где Magic получит оплату за газ. А также стейкинг, рестейкинг. То есть, появляется утилити. И, конечно же, это может запустить токен в рост. Плюс графически видим, где вообще Under Radar. Он не в радаре. Никто про него не говорит. Но, возможно, скрытый ген. Посмотрите, присмотритесь. Здесь, в принципе, дешево. Не знаю, если смотря на этот график, сказать, что точка плохая входа, нет, не скажешь. Дальше мой любимчик. Я на нем уже, в принципе, заработал. Но все равно он у меня у челюсти. Я бы его еще добрал, если рынок будет продолжать расти. Я его набирал. Брал в портфель своей девушки, кто смотрит за моим Инстаграмом. Я в Альфе его колил. Я его у себя в Телеграме колил. То есть, мы уже в плюсе. Но, если будут какие-то откаты, я бы еще сам добирал. Почему? Потому что очень нравится, как развивается команда. По всем метрикам проект сейчас пробивает свои хаи. По собранной комиссии, по ревеню. То есть, проект в топ-10 вообще по заработку в крипте. Они с билдом. С бюлд? Или билдом, как правильно? Не помню. Тот, что от BlackRock. У них есть совместные наработки. Они работают в партнерстве. Трамп, который выпускает свой леддинг-протокол. Вроде бы какой-то проект Трамп будет запускать в крипте. Он тоже на базе ААВЭ. То есть, они выпустили свою версию V3. Запустились, опять же, на закассинг. На линее запустились. То есть, реально очень много работы происходит. Зарабатывают хорошие деньги. Их метрики, ТВЛ и все остальное бьет АТХ. Есть в этом плюс. Поэтому, считаю, что хороший актив. И графически, если посмотрим на глобально, то, в принципе, потенциал еще имеется на каких-то откатах набирать. Если мы говорим о том, что рынок разворачивается, то на каких-то там откатах набирать дальше. Почему нет? Достаточно хороший актив. И прошу заметить, что, опять же, второй актив с моего списка переходит на ЗК. Мэджик, ААВЭ. Ну, не переходит. Мэджик переходит, ААВЭ просто блядет в свой список еще один чейн. Также НИР. Вот НИР вообще тоже буду топить за НИР. Очень нравится. Графически классно смотрится. Я давал у себя в Телеграм-канале. Опять же, кто не подписан, можете подписаться. Поставить лайк этому видео, написать комментарий. Стараемся для вас. НИР топлю и нравится. Отдавал у себя в Телеграм-канале уже 28%. Но на откатах я бы еще добирал. Если рынок будет включать риск-он ситуацию, как я сказал, то, что биток закрепляется выше 5К, и у нас есть риск-он ситуация, я бы еще добирал. И кто не брал, в принципе, ну, если говорить, что там улетело, да, точка ТВХ уже не та. Но, во-первых, будут коррекции. А, во-вторых, если брать глобально, то посмотрите, то есть потенциала реально очень много. Нравится НИР. Во-первых, связанный с АИшкой. АИшка сейчас перформит. Во-вторых, крутой чейн. В-третьих, то, что у них вышел сегодня твит, то, что они работают над abstraction chain. Давайте я объясню, что такое abstraction chain. Смотрите, если простыми словами, например, есть какой-то автомобиль, да, и роботу нужно сделать задачу, сделать этот автомобиль. Если сказать ему просто сделать автомобиль, это будет сложно для него. Если ему сказать, сделай как раз сначала одно колесо, потом руль, потом дверь, это будет проще. То есть разбивать на мелкие детали задачу. То есть вот эта цель. Простыми словами, это максимально сделать, чтобы юзеру было просто пользоваться блокчейном. Например, юзеру нужно перекинуть монеты с одного чейна в другой. Ему нужно понимать, что есть мост, то, что он там перекидывает эти монеты с одного чейна в другой. Ему нужно подобрать правильный мост. А вот abstraction chain занимается тем, чтобы упростить вот эти задачи, чтобы юзер, чтобы Web2 юзер мог спокойно прийти в крипту, и ему не приходилось задумываться о том, как ему нужно перевести монеты с одного чейна в другой. То есть ему не нужно знать технически, что стоит за этим действием. То есть как мы пользуемся нашими карточками, там с монобанка переводим деньги. То есть вот это про это. Чтобы все это было максимально просто для юзера. Чтобы больше юзеров шло сюда, с Web2 мира. Например, есть еще abstraction account. Это что? Это тоже упрощает нам жизнь, потому что многих пугает сидфраза. Что за сидфраза? Что это такое? Abstraction account занимается тем, что мы можем подключить наш аккаунт к Google, то есть к нашей почте, и все, его так пользуются. Простыми словами, это упрощение пользования блокчейном для обычного юзера. И вот NIR как раз этим занимается. Это как раз нарратив будущего. То, что будет по-любому будущему. Вы понимаете, почему это будет? Потому что, чтобы привлекать сюда людей, нам нужны вот эти все новые технологии. Нужно максимально упростить все задачи. Чтобы здесь были не только криптоны, а куча ритейла, и для всех это было просто. Поэтому вот NIR мне нравится. FTM, Sonic, думаю, понятно. Тоже не раз уже говорил. Нравится, потенциал еще имеется. Можете посмотреть на график. То есть у нас реально есть потенциал для роста. Какие-то откаты подбирать, искать точки входа. Почему нет? Потому что это переход на Sony, который должен скоро прийти. Плюс Андрей Кране, который топит за, конечно, свой блокчейн. Классно подшиливает. Крутой маркетолог. Анонсировал там новые какие-то DeFi протоколы, DeFi площадки на блокчейне. Поэтому нужно следить, смотреть. CereV, нравится тоже. Топлю за CereV. У себя в Телеграме долго топлю. Нравится. Это ставка на стаблокоины. То есть ставка на нарратив стаблокоинов. И, конечно же, CereV. Посмотрите, какая укатанная. Реально выглядит круто. Ну, что здесь скажут? Графические. Почему не подбирать? Понятная ставка. Стаблокоины. Актуальные и так дальше. ZK. Здесь, наверное, выбор больше ZK и Blast. То есть я вот выбрал ZK. Кстати, тоже давал себя в Телеграм-канале. Поэтому реально подпишитесь. Потому что все колы, про которые я говорю или где-то появляются, они сначала появляются у меня в Телеграм-канале. И вот я давал ZK у себя. И уже 16% от входа у нас есть. ZK как L2 Chain. Не знаю почему. Резко все стали переходить на ZK. Aave у нас появились. Magic перешли. То есть, возможно, это неспроста тоже. Плюс прикольно нравится графически. Плюс, как ни крути, у ZK у нас большие крупные фонды. Супер большие сборы. Но помните, какой-то громкий проект на уровне Zero. Поэтому, как мне кажется, тоже есть смысл подбирать на какие-то коррекциях. То есть, если у нас будут какие-то коррекции, можно пробовать подбирать на продолжение. Потому что, в принципе, вот эти хаи на хорошем рынке должны пробивать. Должны лететь наверх. И мне нравится ZK тоже в нашем в оч листе. Ну или если вы не хотите брать ZK, то можно взять Blast. Blast тоже L2 блокчейн. Он мне нравится, потому что Blast это команда Blur. Blur очень круто работает над своими продуктами. Pacman уже намекает на то, что, возможно, в Blast будет switch fee. То есть, замена комиссии. Возможно, комиссия будет оплачиваться в Blast. И, конечно же, это bullish новость. И вообще, я думаю, что на хорошем рынке, возможно, это, знаете, как во время последнего вот этого локального пампа, у нас резко все начали шарить свою комиссию. То есть, Unix сказал, что для холдеров будет делиться комиссия, которая получает со своего протокола. Возможно, сейчас на вот текущем у нас, да, появилось очень много L2 проектов. И на текущем вот этом нарративе росте, возможно, многие проекты начнут тоже делать switch fee. То есть, комиссию не за эфир оплачивать, а за свой нативный токен. Такое возможно. И если так начнут все массово вводить, то, конечно же, все L2 начнут пампиться, потому что их токен получит реальный утилити. И вот про Blast. Пакман уже намекал про это. Прикольный блокчейн, прикольный SEO, прикольная команда, которая может прикольно раскрутить на хорошем рынке их проект. На этом все. Давайте долго не будем затягивать. Как и обещал, и так немножко затянул больше, чем нужно было, но уже не повторялся. Поэтому, надеюсь, те, кто меня критиковали, хейтили за это, простят. Было полезно. По рынку булиш, аргументы навел, альты на подбор дал. Не говорю, что брать с текущих прямо сейчас, но добавить пышли, смотреть на каких-то откатах, подбирать. Глобально есть еще потенциал. Главное дождаться ситуации риск-он на битке и лететь. Так что верим в бычку. Погнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова